Омар ударил ему по груди. Да ударил так, что он присел. Я вот-вот был разрыдался. О, пророк, не поступай так. То есть кому-то на первый взгляд, может быть, показалось, что Омар пошел против воли пророка. Может, да, сейчас сказать, какой им джаиль. Что это за проявление слабости, там, вау, любили. Хотя это не так. Ас-саляму алейкум, арахматуллахи, а баракятува, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами изучение рубрики фикх человеческих взаимоотношений. И мы уже, какой урок, разбираем все один и тот же раздел отношения или взаимоотношения посланника Аллаха, мир ему, со своим ближайшим окружением. То есть со своими ближайшими сподвижниками. И мы упоминали, да, что есть такое понятие. Для мусульманина должно быть такое понятие. То есть есть в общем друзья, есть самые близкие друзья. И в прошлый раз мы как раз остановились на том параграфе, в котором говорили о том, что посланник Аллаху ас-саляму спечалился. То есть когда кто-то из его близких друзей умирал, и мы привели случай с Артманом Битбан Мазоном, который был молочным братом пророка, мир ему. То есть мы упомянули о том, что пророк с Аллаху ас-саляму хоронил, установил камень у его изголовья и тому подобное. Да, я не буду пересказывать. И также мы упомянули последнее о том, что пророк с Аллаху ас-саляму советовался, советовался, будучи пророком, мир ему, со своими близкими друзьями. И мы привели очень важные слова Ибн Батталя, одного из ученых, относительно аята, которого был ниспослан. И советуйся с их делами. Который сказал о том, что брать совет, советоваться является сунной, относительно которой, ну никто, все нуждаются в ней. Ля истагни анга ахад, да, как он сказал. То есть нет такого человека, который не нуждался бы в совете. И если бы, как говорит Ибн Батталя, кто-либо не нуждался в совете, то им был бы пророк. Почему? Потому что он получал откровение с высоты небесно. Джибриль, мир ему, сообщал ему самое правильное мнение, как опять же говорит Ибн Батталя. И дальше он комментирует этот аят известный. Когда ты примешь твердое решение, то уповая на Аллаха говорит, что же касается принятия твердого решения и упования, имеется в виду действия упования, то здесь человек как раз таки не должен приобщать кого-либо. То есть здесь он должен быть, если речь идет о руководителе в первую очередь, твердым, решительным, принял решение, то есть всех выслушал, советы все принял. Дальше он должен единолично принять решение, взвесив все и действовать. И продолжая эту мысль, на самом деле сегодняшний урок очень важный, важный, я бы сказал, он не просто там сейчас изучение Сунны, с точки зрения современности даже если брать, он важен с точки зрения личной мотивации, он важен с точки зрения вообще взаимоотношений, руководитель, подчиненный и так далее. Вы поймете, о чем я сейчас говорю. Продолжая эту мысль, продолжая этот параграф, скажем так, мы разберем известный случай, который произошел с ближайшими, с подвижниками пророка, дабы и доволенными всеми Аллаху, что передает нам Абу Хурейра. Абу Хурейра говорит, мы сидели возле, вместе с посланником Аллаха, саляму Аллаху, и вместе с нами был Абу Баккар, Омар и другие. И тут посланник Аллаха, саляму, встал и задержался. То есть имеется в виду, встал, ушел, и прошло некоторое время, его не было и не было, не было и не было. То есть и мы забоялись, Абу Хурейра говорит, что с ним что-то случилось, то есть что-то его, ну что-то с ним произошло, почему же его нет, и испугались. Их охватило волнение. И Абу Хурей говорит, мы встали, и я был первым тем, кто встал, то есть и вот это вот взволновался. Далее Абу Хурейра говорит, «И я вышел в поисках посланника Аллаха и подошел к саду, который принадлежал ансаровцам из племени Бен-Унаджар. И я начал вокруг ходить этого сада, то есть видимо была какая-то изгородь, так он не мог войти туда, и я не нашел двери, и я не нашел никого. И вдруг я увидел канавку или ручей, который, водичка, да, вода шла внутрь сада. И я собрался, подобно тому, как делает эта лиса, и через эту канавку туда нырнул, внутрь этого сада. И тут обнаружил посланник Аллаха. То есть там в саду он увидел посланник Аллаха. Пророк, санглассам, спросил, Абу Хурейра, то есть ты, Абу Хурейра, «Фа культу нам, я, Расуль Аллах». И я сказал, да, о посланник Аллаха, это я. «Кааль ма шаанук». Пророк, мир ему, спрашивает, что с тобой? Что тебя привело? Что такое? «Культ». И Абу Хурейра говорит, объясняет пророк, «Ты был среди нас, встал и ушел, и задержался. И мы испугались, что с тобой что-то произошло. Взволновались. Я был первым, кто взволновался. Я пришел к этому саду и собрался, подобно тому, как это делает лиса. И вот люди за мной идут». Пересказал, что произошло, в принципе. «Фа культу». И тогда пророк сказал, «Я Абу Хурейра, о Абу Хурейра, ва Атанин Алей». И он мне дал две свои сандалии. Пророк, мир ему, то есть снял свои сандалии, дал ему. И сказал, «Идхаб бина Алейя хатайм». «Иди, вступай вместе с моими этими двумя сандалиями». «Фаман лакита мин вараи хазал хаит». «И тех, кого ты встретишь за этим садом, те, кто свидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, твердо веря в это сердце, обрадуй же их раем». Естественно, Абу Хурейра так и поступил. Он взял сандалии, пошел. И Абу Хурейра говорит, «Фа кана аууалю ман лакиту». «Амар». «Первым, кого я встретил, был Амар». «Амар гноль хаттаб». «Фа каль». «Амар» спрашивает у Абу Хурейра. «Что это две сандалии у тебя в руках Абу Хурейра?» «Дивно, да? То есть Абу Хурейра, две сандалии. Культ Абу Хурейра говорит Абу Хурейра. «Эти две сандалии, которые дал мне посланник Аллаха и отправил вместе с ними, дабы я сказал всем, кого встречу, кто свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, твердо веря в это сердцем, чтобы я их обрадовал раем». То есть один в один, как Пророк Мир ему сказал. Реакция Амара, смотрите. Вообще очень интересная. Очень интересная. Реакция Амара была непредсказуема, как всегда, в принципе. «Фадараба Амарун биядихи бейна фадьей». «Амар ударил ему по груди». «Да ударил так, что Абу Хурейра говорит, что он присел, буквально присел на свои ягодицы. Хлопнул Абу Хурейра, а тут от удара присел. «Факаль». И он сказал, «Эрджай Абу Хурейра». «О, Абу Хурейра, вернись». На первый взгляд, Амар противоречит приказу Пророка. «Мир ему». Мы к этому вернемся. «Фарадзе'хту иля расуле Иля». Естественно, Амар же грозный, твердый, жесткий и так далее, сподвижник. И Абу Хурейр говорит, «Я вернулся к посланнику Аллаха». «Я вот-вот был разрыдался». Представьте, да, состояние Абу Хурейра. Амар его хлопнул, он присел и так далее. Пророк ему сказал одно, Амар сказал другое. И он вот-вот был, то есть эмоциональная составляющая. Это рассказ с первых уст Абу Хурейра это все расскажет. «Варакиба не Амар». А Амар за мной идет. «Фаидзэгу аля сари». То есть, прям за мной идет. «Факаля ли расуле Иля». И вот он пришел к пророку и посланник Аллаха ему говорит, «Маляк, я Абу Хурейра». «Что с тобой, Абу Хурейра?» «Культ». А Абу Хурейра отвечает пророку. «Я встретил Амара и сообщил ему о том, с чем ты меня направил». То есть, сообщил ему эти слова, про которые ты мне сказал. «Он же ударил меня по груди так, что я присел и сказал, вернись». И тогда посланник Аллаха сказал Амару, «О, Амар, что тебя побудило так поступить?» И тогда Амар сказал, «О, посланник Аллаха, да будут выкупом за тебя мой отец и моя мать». Ты действительно направил Абу Хурейра с этими двумя сандалиями, дабы он сообщил о том, если он встретит кого-то, кто свидетельствует, что нет божества достойного поклонения кроме одного единственного Аллаха, твердо веря в это сердце, чтобы он обрадовал их рай. Пророк сказал, мир ему, да. Тогда Амар говорит, «О, пророк, не поступай так». Амар говорит пророку, не поступай так. «Я боюсь, что люди начнут в пустую уповать на эти слова». Пусть они делают деяния, то есть трудятся, усердствуют. Реакция посланника Асваса. «Посланник Асваса согласился с Аллахом, сказал, хорошо, пусть так и будет». Таким образом, то есть вся эта история указывает на что? На то, что пророк, саласалим, согласился с мнением Амара, да будет доволен им Аллах. Имам Ан-Наввы, комментируя весь этот хадис, хадис приводится в муслима, хадис достоверный, что говорит? «Валейса фи'лю Амар ва мураджатау линнаби айтирадан алейху, ва ла раддан ле амрихи». То есть кому-то на первый взгляд может быть показалось, что Амар пошел против воли пророка. Этот момент как раз таки поясняет Имам Ан-Наввы. Он говорит, «Поступок Амара да будет доволен им Аллах». И то, что он вернулся к пророку, чтобы уточнить, не считается тем, что Амар пошел против воли пророка и ослушался приказания пророка. «Из лейса фима ба афабихи аба хурейра гэйра татьиб кулюбль умма ва бушраху». Поскольку та новость, которую отправил пророк мир ему Абу Хурейру, она из разряда не какого-то приказа конкретного, а просто это благая новость, дабы расположить сердца людей из его уммы, дать им радостную новость, радостную весть донести. «Фараа Амар рады Аллаху он. И Омар, и Омар да будет доволен им Аллах, посчитал, что лучше это скрыть, то есть в этом будет больше пользы, если это скрыть, дабы они впустую не уповали на это, то есть не полагались впустую на эти слова. «И дабы это вернулось им большим благом, нежели эта благая весть». И когда, имам Ан-Навы говорит, когда он это предложил пророку, то есть это было предложение пророка, это было мнение, предложение Омара, мнение Омара, то есть пророк, то есть взвесив все, выслушав его, обдумав, то есть принял и склонился к мнению Омара, то будет доволен им Аллах. Это конец цитаты, это комментарий имама Ан-Навы к этому хадису. Теперь очень важные выводы из этого вообще хадиса в целом. Очень важные выводы на самом деле. В целом, касающиеся, я же говорю, взаимоотношений, руководитель, подчиненный, вообще личная мотивация, психология и так далее. Очень много прикладных вещей. Первый вывод, то, что этот хадис указывает на то, что знающим людям следует уделять время своим последователям, то есть садиться с ними, общаться, обучать их, давать им полезные знания и так далее. Это то, что сделал пророк Савасан. То есть он вышел со своим ближайшим окружением, начало хадиса. Мы были вместе с пророком. То есть они были, вышли в определенное место, где пророк Савасан специально вышел, вместе с ними сел, что-то им объяснял, общивал, объяснял, наставлял и так далее. Второй вывод. Если кто-то хочет что-то упомянуть о том, что что-то произошло, в котором в событии, если участвовали множество людей, достаточно упомянуть самых достойных людей и ограничиться их именами. То есть как это сделал Абу Хурейра. Мы были вместе с пророком, и он упомянул кого? Аумара, Абубакара и другие, он сказал. То есть упомянуть самых достойных и сказать и другие, что это можно делать. Вывод такой. Третий вывод. Этот случай указывает на то, как они заботились о посланнике Аллаха. То есть как они к нему с уважением относились, как они переживали за него. То есть пророк отлучился и что они начали переживать и соскочили с места и начали его искать. То есть они переживали за то, что с ним что-то случилось, какое-то зло или неприятность. Следующий вывод. «Джаваз духу ли линсян муль кэгэй риги бэгэй риги ив ниги». Этот хадис случай указывает на то, что человеку можно зайти на территорию, которая ему не принадлежит. Даже если нет разрешения на это. То есть зайти на чужую территорию, грубо говоря. Но при условии. «Изэ алима рибагу бидальг». Если он точно знает, что хозяин этой территории, этого двора, дома, может быть, будет довольным этим. То есть он не будет против этого. «Изэ алима» или другая какая-то причина. Ведь Абу Хурейра зашел в сад, как мы упомянули. Причем собрался как лиса через канав, не через дверь, не через канаву, через ручей. И пророк Сусом это не отрицал. То есть он не стал этого отрицать, порицать. А раз пророк Сусом не порицал это, то соответственно это относится к категории мубах. И это причем не касается просто данный случай, или данное разрешение, данное ибаха. Не касается просто там, чтобы войти. человек может воспользоваться какими-то предметами, утварью и так далее. Это в принципе дозволено. И даже поесть. Ну может быть плоды какие-то есть и так далее. То есть в этом нет ничего такого греховного. Мы сейчас говорим про мубах. То есть кто-то из чувства богобоязненности может этого и не сделать. Смотрите, вот эти казалось бы мелочные вещи они очень важны. Важны они вообще нам показывают в принципе что есть норм, что есть не норм. Что есть норма, что есть не норма вообще в обществе, во взаимоотношениях людей и так далее. Потому что норма не норма отличается к обществу. И это настолько важно, что относительно этого момента был не спослан аят. Очень интересно вообще. Аят я вам сейчас его процитирую сразу перевод. Это аят из Суры Нур 61 аят не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет грехом для больного и для вас самих если вы будете есть кушать имеется ввиду в ваших домах или в домах ваших отцов или в домах ваших матерей или в домах ваших братьев имеется ввиду по родственной связи кровных братьев или в домах ваших сестер опять же кровных сестер или в домах ваших дядей по отцу или в домах ваших теток по отцу или в домах ваших дядей по матери или в домах ваших теток по матери или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении или в доме вашего друга. Аят. Не будет грехом для вас, если вы будете есть вместе или в отдельности. Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя, имеется в виду друг друга, приветствием от Аллаха благословенным благим. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах даже назвал это знамениями. Быть может, вы его разумеете. Это общество, это жизнь. А Коран, Сунна регулирует абсолютно все. И это поясняет. Симам Ат-Табари, комментируя этот аят, в целом объясняет, почему был неиспосленный. Три мнения есть. Тоже интересно. Смотрите, крайности, которые вылечил этот аят. Все три мнения, в принципе, имеют право на существование. То есть, первое мнение гласит о чем? То есть, какая была крайность в обществе в те времена? Эти крайности, кстати говоря, могут быть и в современных обществах. Причем все три в разных обществах разная крайность, разная проблема. Имеется в виду, что есть норм, что есть не норм. Первое мнение, оно звучит так, что этот аят, то есть, этот аят следует понимать так, что он дозволяет мусульманам есть вместе со слепыми, с хромыми и так далее. Почему Аллах это подчеркнул? Потому что некоторые мусульмане, когда был неиспослан аят, в котором Аллах, с.а. Аллах говорит, «Я его ладина аману ла такулю амвалякум байнакум бильбатыль». Вот те, которые уверовали, не ешьте ваше имущество среди себя бильбатыль. То есть, не имея на то право, да? «Илля антакуна тиджаратан антарады минкун». За исключением тех случаев, когда есть это торговля, в которой, то есть, торгующие стороны довольны этой торговлей. И кто-то буквально понял, это впав в крайность. Они посчитали, что, то есть, есть, разделять пищу с хромыми, с людьми, которые, скажем так, слабые в обществе, да, чего-то лишены, обделены, это будет что? Из чувства богобоязненности так решили. Что это будет, то есть, недозволено, и что этот аят будет на них распространяться. И поэтому Аллах это пояснил этим аятом. То есть, это первое мнение. Второе мнение, что среди жителей Медины, до того, как был послан пророк, салли Аллаху ассалям, то есть, у них урф такой был, да, ада такая была, традиция, что они не ели со слепыми, с больными, то есть, с увеченными людьми, то есть, как бы, избегали этого, сторонились этого. Почему? Потому что считали, что, то есть, если делать совместный прием пищи с такой категорией людей, то, то есть, возможно, он не наестся, этот человек больной, да, и так далее. Ну, вот такое предубеждение было, этому не надо удивляться, да, мы же говорим про традиции общества. Вот такое было среди жителей Медины. То есть, они считали, что здоровые люди с больными людьми не должны сидеть, потому что это, ну, это будет как-то неправильно. Возможно, из благих побуждений, из благих мотивов, то есть, больной там, я не знаю, не наестся или еще что-то, и так далее. И Коран это отрегулировал этим аятом. То есть, это второе объяснение, почему был неспослан этот аят. И третье объяснение, что, в принципе, этот аят просто пояснил то, что обычно бывало так, что когда к сподвижникам приходили гости, и они не находили, чем накормить этих гостей, сподвижники брали и ввели их в дома, то есть, других людей, своих родственников, чтобы их покормить. А эти люди, в свою очередь, которые в статусе гостей, да, оказывались там в других домах, считали, что это, ну, неправильно. То есть, я пришел, ну, в гости, например, к Зевряга. А Зевряга, нечем мне накормить, он меня повел там к Амирхану. Да, условно. То есть, без спроса, без ничего. Например, они родственники или друзья, да. А я уже как гость, то есть, сахнан, да, мне как-то не по себе. Я оказался вовсе у Амирхана, пришел к Зевряга и кушаю у Амирхана и так далее. То есть, и люди считали, то есть, в данном случае речь обо мне, что это, ну, неправильно. Это не норм. Понимаете? И поэтому был неиспослан на этот аят. Вот три вам мнения. Я, как упомянул, все эти три мнения, они, в принципе, имеют право на существование. И вот таким образом, Коран и Сунна нам лечат, показывают, что есть норм, что есть не норм. Фиг человеческих взаимоотношений. Очень важно, на самом деле. Это все, что касается практически все. Последние выводы. Я просто ушел очень, поясняю этот момент в детализацию. Этот хадис также указывает на то, что от огня, от ада спасутся все те, кто твердо верит и произнес свидетельство. Не просто верят. Надо произнести, это важно. И также этот хадис указывает на то, что если человек, знающий, видит, что определенное знание не принесет пользу, то есть человек не нуждается в этом знании, может даже принесет вред и он опасается. Знание, смотрите, знание, то ему дозволяется не дать ему это знание. Почему? Потому что пророк Саусен согласился с мнением Омара, который сказал, не надо сообщать людям, они будут впустую уповать. И вывод такой делается из этого. Также этот хадис, тоже важный вывод, указывает на то, что подчиненный может указать руководителю, как это сделал Омар пророку Саусалим, потому что так или иначе Омар подчиненный, пророк Саусалим, руководитель. на то, в чем, на его взгляд, больше выгоды или больше правильное это мнение. И что руководитель, если увидит в этом пользу, ему следует принять это и вернуться, то есть отказаться от своего основного мнения. потому что пророк Саусалим так поступил, а в пророке Саусалим для нас есть прекрасный пример для подражания. Тоже важный вывод. И также хадис указывает на дозволенность говорить одному мусульманину в адрес другого мусульманина когда будут выкупом за тебя мой брат, мой отец и моя мать. Ну, это больше традиция арабская, скажем так, но вывод такой есть. Эти все выводы имама наувы из шарха сахих мусульм, из толкования к сборнику имама мусульма. Следующий случай, когда пророк Саусалим советовался мы все и все говорим о том, что пророк Саусалим можно вопрос задать? Да. Я не понял, правильно ли гостя везти к другому? Это вообще правильно? Да, если к вам пришел гость, и поскольку мы знаем, что тот, кто верит в Аллах и в последний день, пусть отнесется великодушно к своему гостю, то есть пусть угостит его, то есть и у вас нечем его угостить, как это было обычное явление со сподвижниками, но у вас есть либо родственники близкие, категория Аллах упомянул в этом аяте, который мы провели, или близкий друг очень близкий, который нормально это воспримет, что вы ему позвоните, скажете брат Амирхан, я сейчас к тебе еду, вот со мной там мы хотим у тебя провести время, то есть он нормально это воспримет, то это нормально, это норма, это имеется ввиду, ну аят это отрегулировал как раз таки. Продолжая наш разговор о том, что пророк советовался, то есть принимал мнение своих сподвижников, это кстати очень важно, очень важно, пророк, пророк советовался, принимал мнение, кто-то может сейчас сказать какой им джаиль, что это за проявление слабости, например, если мы опустим имена и статусы, а просто абстрагируемся и изложим эту ситуацию, кто-то же может так оценить, хотя это не так, абсолютно. Теперь день Бедра, то есть день битвы при Бедре, то есть ну вы эту всю историю в принципе знаете, когда пророк останавливается вместе со сподвижниками, это первая битва в исламе, и Хаббаб Ибн Аль-Мунзир говорит о посланнике Аллаха, вот это место, где мы остановились и вот здесь именно Аллах тебе велел остановиться или же мы можем передвинуться чуть вперед или чуть назад и это есть мнение мнение и это есть война и хитрость и так далее. И пророк салу салам ему ответил Бальгу варрай вальхарбу вальмакиды Да, это есть мнение, это есть война, то есть мы находимся то есть вот данная ситуация, это как раз та ситуация, когда можно высказывать мнение и мы в данной ситуации мы находимся на войне и можно проявлять хитрость. И тогда он сказал то есть о посланник Аллах поистине это неподобающая остановка, то есть эта позиция не годится. Поднимись же людей и давай мы подойдем к самому ближайшему колодцу, затем осушим все остальные колодцы, затем тот колодец, который мы займем, сделаем хауд, то есть сделаем накопитель такого водоема и мы будем черпать оттуда воду и будем пить и сражаться с людьми, а они останутся без воды. мнение хаббаба и тогда посланник Аллах сказал то есть твое мнение правильное, пророк с ним соглашается и он поднимает людей и делает ровно так как описал ему это предложил ему хаббаб. Следует отметить, что эта история приводится у бенхишама и у виснат этой истории слабы. Ну это известный случай он приводится кутубу сир то есть в книгах по сире то есть это не есть хадис который имеет твердый сильный иснат но тем не менее эта история общеизвестная или в день битвы при уходе то есть опять же в том же контексте в том контексте что пророк советовался то есть изначально пророк не хотел чтобы вы понимали то есть не было такого решения там сражаться за пределами территории Медины то есть пророк стал советоваться советоваться со своими сподвижниками были люди из числа сподвижников которых вот видимо пылало внутри то есть это как раз таки те сподвижники которые не приняли участие в первой битве при Бадре то есть им хотелось хотелось сражения то есть не хотелось просто обороняться и они начали склонять пророка убеждать в том что правильно выйти и сражаться с многобожниками за пределами территории Медины а не держать оборону то есть они настаивали говорили ухручбина я расул Аллах илейх посланник она давай выйдем к ним и будем сражаться с ними возле горы Ухуд и мы надеемся что мы удостоимся того же что удостоились участники битвы при Бадре то есть они склоняли его к этому мнению и прямо об этом ему говорили и в конце концов посланник Аллах соглашается с ними и одевает свой панцирь или кольчугу и когда он уже одел и он начал снаряжаться вдруг они то есть те которые настаивали на этом сказали о посланник Аллах ты скажи свое мнение они подумали что они его принудили вынудили пророка принять его мнение то есть тут как бы давили на него своим мнением а потом вдруг когда пророк стал надевать свою кольчугу остановились и подумали что может быть они переборщили и начали вот это говорить и смотрите что сказал проксос не подобает пророку коль он снарядился уже после того как одел свои военные снаряжения оставить их до тех пор пока Аллах не рассудит между ним и его врагом очень важный очень важный случай если руководитель принял решение если вы приняли решение в принципе это касается любой ситуации если вы приняли решение это опять же из того контекста советуйся с ними в делах а коль ты принял уже твердое решение имеется ввиду действуй доведи это до конца и уповай на Аллах уповая на Аллах именно такими должны быть мусульмане если они хотят достичь успеха именно такими должны быть мы с вами если мы действительно хотим следовать примеру послания каласа советоваться быть решительными и доводить начатое до конца доводить начатое до конца принято решение все уже колебаться не надо решение принято да надо правильно важное решение надо принять правильно все взвесив посоветовавшись семь раз отмерив но когда один раз отрезали все обратного дохода нет даже если покажется что что-то не так принято решение надо довести его до конца это очень важно очень важно даже вот в личной жизни каждого мусульманина каждой мусульманки и это надо прививать с детства с детства надо это прививать это качество или же тот случай когда пророк мы уже его проходили когда Аишу мать правоверных обвинили начали подозревать в том что она совершила гнусный поступок при любодеянии и откровение задержалось мы этот случай подробно с вами изучали как пророк откровение задержалось и в этом был великий урок для всей умы на все поколения вплоть до судного дня что пророк он что он сделал он собрал коллегию чтобы принять решение пророк советовался относительно своей жены Аиш поскольку не было откровения а вот эти слухи сплетни поклепы настолько они начали разъедать общество что ему было сложно принять решение он спросил мнение Али спросил мнение у служанки которая была рядом с Аишей то есть мы это с вами изучали до сих пор до сих пор до сих пор счастливых